Цель реализации нацпроекта «Культура» осуществляется в соответствии с утвержденным указом. По оперативным данным за 11 месяцев этого года рост посещаемости учреждений «Культура» составил больше прошлого года на почти 1,5%. По итогам первого полгода, я, кстати, напомню, мы занимали пятое место в Приволжском федеральном округе по росту посещаемости. По итогам 9 месяцев мы стали занимать уже четвертые места. По словам главы региона, посещаемость учреждений «Культура» говорит о многом. Это и увеличение количества домов культуры, и возросший интерес населения к культурным мероприятиям, в том числе и рост благосостояния граждан. Кроме того, в этом году был запущен долгожданный проект «Земский театр». Два победителя отборочного конкурса получат по миллиону рублей. Напомню, что «Земский театр» – это программа направлена на обеспечение региональной помощи специалистам-профессионалам, которые поедут жить и работать на село. Мы хотим сделать так, чтобы театры, кино, киношколы, все-все-все, что связано с этим направлением культуры и политики, было в каждом муниципальном образовании. На совещании подняли вопрос сохранения народных промыслов, которые исторически существовали в том или ином районе. В регионе уже есть хороший пример реализации такого проекта. Этим летом в селе Преслониха на базе музея-заповедника Преслониха Родина Пластова состоялось официальное открытие социокультурного проекта «Артпространство Заваленка». Исторически сложилось, что на территории Корсунского района существует своя уникальная корсунская глина. Это территория сухого Корсуна, совершенно недалеко от Корсунского района, от села Преслониха, соответственно, сырье у нас свое. И сырье корсунской глины всегда считалось традиционным для нашего района. И благодаря архивным документам, из которых мы узнали, что этот промысел в Ильянске, в Симбирске был очень хорошо развит, и сувениры являлись очень уникальными на то время. В рамках заседания губернатор отметил благодарственными письмами некоторых работников культуры. Также глава региона вручил сертификаты стипендиатам премии имени Карамзина. Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес вклад в развитие истории и культуры Ульяновской области – Среднего Поволжья. В их числе оказался профессор кафедры философии и культурологии Ульяновского педагогического университета Евгений Бурдин. Мы вот эту работу по истории христианства и православия на территории Ульяновской области и Среднего Поволжья проводим, наверное, где-то уже лет пять. И одна книга у нас уже выходила на эту тему. И вот эти материалы новые, на основе которых нам эта стипендия присуждается сегодня, я надеюсь, они лягут в основу новой книги. Эта книга будет называться примерно так – «История культуры РПЦ на территории Среднего Поволжья». Окончательные итоги по реализации нацпроекта «Культура» будут подведены в начале следующего года. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова